Монголия, Казахстан, Узбекистан Владивосток – это самая дальняя точка, куда можно вот так вот сесть и доехать, захотелось бы по-взрослому прохватить, вот, и оттуда еще и на Камчатку, то есть, ну, дальше уже некуда. Самый такой был момент оторваться от всего, вот, от дома, от города, от друзей, от обычной жизни, просто уехать, вот, и не просто куда-то рядом, а именно вот настолько далеко. Доехал по России, все откладывал, достать камеру, и, как бы, ну, дорога, дорога, вот, снимал пока на фотоаппарат, думал, ну, когда уже начнется такое вот более экстремальное путешествие, вернее, моменты эти вот, куски пойдут, тогда уже достану камеру, буду снимать, когда уже будет что-то такое интересное. Ну, вот, решил, что в Иркутске это как раз надо начинать уже, снимать, достал камеру из мотоцикла, она там у меня была далеко упакована, я достал, принес в гостиницу, думаю, ну, вечером начну там разбираться, что там, как, вот. А сам тем временем оставил номер на сокамерника, ну, так называемого, вот, ну, мы тогда только познакомились, да. Ну, и поехал, пошел, вернее, в город гулять, там, искать интернет-клуб и все такое. Общался там с ребятами в Иркутске, с байкерами. Вечером, когда уже вернулись, испуганная, это самое, консьержка, сосед по номеру увел камеру и скрылся вместе со своими документами и с анкетой, ну, то есть пропал. Дорога обмокла, и она была длинистая. В общем, я там падал несколько раз. На небольшой скорости, первая, вторая, ну, просто не держит, как корова на льду, вот, просто расходится и все. Один раз упал. Один. Никого нет. Ой, блин, господи, хоть кого-то пошли мне, чтобы мотик поднять хотя бы. А ну, даже не получается, знаешь, его взять, ноги расходятся на этой жиже. Подъезжает чувак в тайге, армянином оказался, выходит такой. Ты что, говорит, вообще, мол, типа, ну, наши братья армяне-то вообще не понимают. Ну, то есть, как-то так. Это редкость. Вот. Подняли меня, говорит, ну, может, ты в гостиницу поедешь там, то, все. Я говорю, нет, я поеду дальше. Говорит, а если останешься тут? А, а если встанешь? Ну, я говорю, ну, так и останусь тогда. Под дождем, что ли? Ну, я говорю, ну, как получится. Так и получилось. Привет из Владивостока. У меня же логическая цель была на слет туда попасть, во Владивосток. Там, посмотреть, как у них, пообщаться, все такое. Может, там были почетные гостяны. Все, сначала поехал на ЛКО. Два дня был там. Но эти два дня лил дождь. А Украина пиво не пьет, да? Или как предлагают? Спасибо. А Сальвадор это куда? Это Киев. Это Ник? Нет, Сальвадор это Ник. Ага. А Сальвадор пиво не пьет, да? Так, иногда пить. Нет, Сальвадор, а живое, нефильтрованное. Сваренное своими вот этими руками. Вот, вот руки. Вот эти руки. Второй слет проводил Кэш. Это бывший киевлянин, кстати, родом. Да. И он был очень рад присутствию украинских, так сказать, представителей. Что значит? Музыка. Музыка. Рано, я домой. Ашот, б***ь. Сальвадор. А что я салендовал? А вчера кто мне говорю? Ашот Сальвадор, б***ь. Да мы его чуть не знаем, мы полгода пили, а вчера кое ашут был? Горец, он и сейчас здесь не по квартирам. Вы, сука, хитрый. Они кое, они оба, а шо ты там? Один подменился, а другой подменился. Они один подменился, другой, а потом говорят, а потом слухи ходят про горца. Так нам... Ну, было приятно, душевно. Вот. И после этого слёта, общения, мы уже в некоторую часть ехали вместе вот с ашотом. Ха-ха! Дождь вокруг, а я под крышей. Жду ашота, где-то нету. Вот два моджахеда. Сидят, ждут, пока закончится дождь. И пьют за... за дорогу, чтобы не стоять. Вернее, нам не стоять. Да они за дорогу, а... Холодно, греемся. Ой, армянский коньяк. На Мурской трассе. Коньяк подарили в Благовещенске. Ой, ну шо? В общем, за движение, короче. В общем, вот так вот доехали мы до Монголии, всё-таки слава богу. Вот. Сейчас едем в Улан-Батор. Вот это вот Монголия. Смазали цепи и поехали. Вот тут они кидают камни. Это означает, облегчить дорогу за тобой идущему. Тут вяжут, видите сколько их? Да? Капец, мне не... На фигеть, да? Вообще капец. О, домой душа была полна Неясным для самой каким-то новым счастьем Казалось мне, что все с таким участием С такой лаской углядели на меня Лишь бы не приняли это за политическую акцию какую-то Не, уже выборы прошли, уже все Субтитры создавал DimaTorzok Я ехала домой Я думала о вас Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok